Добрый день, я продолжаю рассказывать про шейп-моды 3х3 от Диан Шенг. Уже были видео про Уфо Куб и шестиугольную Ди Пирамиду. И осталось еще два. Это Куб Бриллиант, который мы рассмотрим сегодня. И Квадрангулярная Пирамидка, как-то так она называется. Но сегодня Диамонт. Была уже головоломка с таким названием от компании YJ, заодно с ней сравним. Пока коробочка. Современный логотип Диан Шенга. Диан Шенг, что-то еще, много китайского. Изображена головоломка, техническая информация. И все. Открываем. И извлекаем. Вот такой вот бриллиантик. Форма похожа чем-то. Общими тенденциями. Но более угловатая. Здесь от YJ он кругленький. Ну, также низ такой срезанный. Это больше конус. А это та же шестиугольная пирамида, в которой одна вершинка срезана. Напомню про вот эти две головоломки. И можно заметить некое сходство. То есть, если держать вот так, то и разницы особо не видно. Но если не обращать внимания на цвета. У шестиугольной пирамиды был серый, а тут белый. С этой стороны. С другой же разница очевидна. И серый появляется вот здесь. Но если мы возьмем уфокуб, который такая же шестиугольная пирамида, но у которой срезаны вершины. Глонг уже поинтереснее. Здесь появляются псевдопаритеты. Основы у них одинаковые. Ну, вот если скрестить это с этим, то мы получим куб диамонт. Или диамонт тейпер, как там написано. То есть, верх от ди-пирамиды, а низ от FTO. И получилось интересно. Вот такое совмещение. Ну, из одинаковых деталей, с разными стикерами, сделали новую головоломку. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Появился серый угол, который симметричный. И который создаст псевдопаритет. Именно разворот угла. Он может быть, либо не быть в конце сборки. А все остальное такое уж, как у ди-пирамиды. То есть, центры одноцветные. Причем нормальные. Единственное, расцветка неправильная. Белый, синий, оранжевый. Должен быть красный здесь. Но, так возможно, интересней. Здесь белый, оранжевый, зеленый, красный, синий и желтые центры. И вот серый уголок. Ну и на ребрах некоторых появился серый цвет. А так, если посмотрим на грань, те же три одноцветных угла. Один шестицветный. Ну, остальное чуть другое с этой стороны. Перемешиваем и пробуем сборку. Здесь цепляется почему-то чуть сильнее, чем на ди-пирамиде. При замесе. Вот, сильно цепляется иногда. Теряет форму. Ну, получается вот такое вот. Да, если перемешать и ди-пирамиду, и вот этот диамонт, то можно по белому цвету отличить, кто из них кто. Начнем сборку. Белый центр. Все стандартно. Здесь бело-красное ребро. Подведем к красному центру. Бело-красный. Здесь цвет дополнительный. Бело-синее стоит не так. Развернем. Если не будет цепляться второе ребро. Сюда бело-оранжевое. И должно быть еще бело-зеленое. Вот это кажется, что ребро с белым цветом надо ставить к центру, но не подойдет. Белый не с той стороны. Нужен бело-зеленый элемент. Бело-зеленый. Бело-зеленый. Вот этот. И вот собран правильный крест. Центры симметричные. Разворачивать их не надо. Далее собираем ребра. А здесь серого не было. Вот есть одноцветный синий уголок. Ставим так. Не подходит. Так подойдет. Просто продолжаем движение. Так можно делать вместо пиф-пафов. Дальше. Белый. Сюда. Абсолютно белый. Сверху его нет. Сюда оранжевый. Сверху тоже нет. Ага. Они все поменялись местами. Давайте поднимем белый. Поставим его сюда. Подходит. Продолжаем. Дальше. Оранжевый. Подходит. Подходит. Продолжаем. И сюда угол с белым цветом. Он такой один. Вот этот белый направлен вверх. Значит мы заранее знаем, что это три пиф-пафа. Ну или альтернативный алгоритм для этой ситуации. И вот собран первый слой. Уже контур диамонда появляется. Кстати интересный момент. Если забить переводчик просто диамонт, будет перевод бриллиант. А если диамонт куб, будет ромбовидный куб. Кто знаком с иностранными языками получше, объясните, почему так. Мы тем временем собираем второй слой. И здесь также без каких-либо сюрпризов. Единственное, могут быть желтые цвета на ребрах второго слоя. Так же как на прошлой головоломке. Ставим сюда. Так, первая готова. Сюда синий, красный. Вот это красно-синяя, но цвета должны быть вот так вот. Нет синий-красного. Но зато есть вот оранжево-синие. А с белым цветом поставим налево. Так. И вот так. А, синий-красный здесь. Ну тогда зелено-оранжевый сначала поставим. Сюда. Ну а теперь и синий-красный. То есть пока сборка мало чем отличается от кубика 3х3. Только детальки с другой расцветки и формы. А дальше мы также видим желтый центр. Два элемента с желтым цветом ориентированы правильно. Эти два нет. Вставляем крест. Так. И расставляем ребра по местам любым способом. Здесь два стоит на месте. Два нужно переставить. Центр симметричный. Ориентация углов не важна. Хотя вот этот вот хорошо стоит. Не хочу портить. Поэтому давайте семеркой переставим. Ставим назад и налево. Делаем просто семерку вместо рыбки. Если я не ошибся. Иногда заедает. И можно ошибиться. Вот. Мы уже знаем, что зеленый правильно ориентирован был. Но сейчас он с места двинулся. Зато все ребра стоят по местам. И красный стоит уголок на месте. Ну расставляем остальные. Обычным А1. Все как в методе для начинающих. Для кубика 3х3. И что у нас получилось? Зеленый. Он предполагаемо ориентирован правильно. Серый. Он симметричный. Его ориентация не важна. И вот эти два нужно развернуть. Если сейчас за 6 пиф-паф они развернутся. Значит псевдопаритета нет. А если нет. То будем вращать серый уголок. До тех пор пока не будет количества пиф-паф кратно 6. Желтая грань слева. Вот этот угол вращаем. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Проверяем. Хорошо. Дальше. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Нехорошо. Делаем еще два. Раз. Два. Ну сейчас повезло. Псевдопаритета не было. Давайте мы его смоделируем. Здесь возможно вот такая вот ситуация. Где развернут только один угол. Их может быть развернуты несколько. Но в конце тоже придет к такому. Это говорит о том, что нужно разворачивать не только его. Но еще и серый. Ориентация которого не важна. Сначала разворачиваем этот. Сколько потребуется пиф-пафов. Проверяем каждый второй. Один. Второй. Развернулся. Далее подворачиваем серый. И крутим остальные пиф-пафы. Пока не соберется правая часть головоломки. Второй. Третий. Четвертый. Ну и все. Как на Мастер Морфиксе. Такой же псевдопаритет. Вот такая вот забавная головоломка. Я не помню был ли такой же псевдопаритет. Но скорее всего был. Этот треугольный уголок очень похож. Да. Диамонт от YJ. Но тут возможно какие-то еще ребра одинаковые. Уже не припомню. Надо сделать обучающее видео. Предварительно покрутить. Ну вот. Две головоломки с одинаковым названием. Выглядят по-разному. Этот одноцветный. Этот многоцветный. Получается 7 цветов. Оба диамонты. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.